Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. Сегодня у нас прямой эфир и в фейсбуке, и в инстаграме. Снова так, что можно смотреть и в фейсбуке, и в инстаграме. И мы с Божьей помощью продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И, значит, сейчас у нас девятнадцатая глава. Сегодня опять урок Лейлу Нишама, да, то есть получается, что вот сейчас такое время, когда Беном и Царим между Теснин, это между семнадцатым Томуза и девятым Ава, это самое тяжелое время. И очень много людей умирают, вот таких, особенно Равыцкак Зильвер за царю. У него начинается, сегодня вечером, сегодня вечером начинается у него Йорцайт. И сегодня будут выступать его ученики разные, да, начиная с шести вечера. И я буду выступать где-то, по-моему, часов в восемь, в девять вечера. Я пришлю ссылочку, будет по пятнадцать минут каждый будет выступать, рассказывать, чего научился у Равыцкака. И будет очень интересно и полезно. И я сброшу, то есть я в конце прикреплю к этому уроку, к этому уроку, я прикреплю потом, как зайти. В описании к уроку я прикреплю, как зайти на этот эфир. И вечером будет Йорцайт, это главщина смерти праведника великого Рава Искака Зильвера. Значит, а умер вчера, умер вчера Борис Яковлевич Фельдман. Это Борис Бен Яков. Он был отец Александра Борисовича Фельдмана. И человек, который тоже сделал много хорошего очень в жизни. И сына такого очень хорошего, доброго оставил, который много помогает. И вот, чтобы было сегодня урок тоже для поднятия его души, чтобы, к сожалению, большинство людей, которые живут, они не понимают истинной ценности того, что здесь происходит. И они не понимают, насколько важно собрать с собой вот эту Тору, добрые дела, заповеди, насколько важно. Вот эта валюта, это единственное, что у человека остается в жизни, после физической жизни. И некоторые это понимали. Например, тот же Рав Зильвер, интересно, он рассказывал, что еще в советское время, когда он жил в Казани, он записывал все, что он давал, всю Дзнаку давал, он четко записывал, он был математик. И на иврите дал Натати, Натати. Дал я Натати, там, столько-то, столько-то, столько-то. Он все записывал, записную книжечку. И когда его арестовали, эти милиционеры, они его прямо спрашивали, кто это такой Натати, что ты ему все время деньги давал? Кто это такой Натати? Значит, а он говорит, это не кто, это просто дал я. Да, то есть дал я это самое. А был такой, да, всем шалом, всем шалом, добро утро. Миша, Миша, шалом, Яна. Мошика, мясорубь, всем шалом. Анна, привет, Анна. Значит, а был еще интересная история про Ротшильда. Мы сейчас, кстати, были с Зихрон Яковой. Это город, который он построил в честь своего папы. Зихрон Яков, память о Якове. Да, это был такой, его звали Эдмонд, барон Эдмонд Ротшильд. И он построил целый город в Израиле где-то 120 лет назад. И он, значит, Эдмонд Ротшильд построил Зихрон Яков. И он, когда его спрашивали, сколько у него денег, он всегда называл только ту сумму, которую он дал на Дздаку, раздал. И его спрашивали, ну, люди же не понимают, говорят, не может быть, чтобы у вас так мало денег было. Он говорит, нет, это я вам говорю ту сумму, которую я раздал. Вот эти деньги, они навсегда, они привязаны ко мне. То есть я уже, когда умру, так я только эту сумму я с собой туда заберу. И еще интересно, я слышал, лично слышал, есть такой Эли Горн. Эли Горн, он миллиардер из Бразилии. И он заработал за жизнь несколько миллиардов долларов. И когда он уже... И потом ему поставили диагноз, не церебральный паралич, а рассеянный склероз, по-моему, да? Что он начал все хуже, хуже ходить, уже он иногда ездит на каталке. То есть он понимает, что он вот медленно-медленно умирает. И он решил все деньги раздать. И он... так он это сформулировал. Он говорит, я здесь почему зарабатывал? Я всю жизнь работал, как просто Света Белого не видел. Я боялся быть бедным. Я хотел быть богатым, хотел быть самым богатым. Хотел потом быть еще больше богатым. А сейчас я, говорит, боюсь прийти туда и там быть бедным. И я, говорит, хочу туда тоже прийти, чтобы я не был там бедным, а был там среди лучших. И он решил все деньги раздать. И он прямо участвует во всех проектах, как в мире, во всех проектах религиозных, еврейских в мире, в которых приближают молодежь, еврейскую молодежь к богу, да, чтобы вернуть их из тиктока, инстаграма и чуждых идеологий непонятных. Ну, а идеология, в принципе, в мире есть только одна идеология сейчас, правящая идеология. Называется эта идеология общества потребления. А ее священники, это мартитологи, которые, которые, они не, раньше они изучали потребности, а сейчас они создают потребности. Через контент-мартитинг они создают, вначале они человеку создают красивую картинку, делают так, чтобы он ее захотел, а потом ему и продают. Причем иногда выращивают целое поколение. Вы знаете, интересно, когда Nestle, компания Nestle, они зашли в Японию, это мировая корпорация, они не могли продавать там кофе, японцы не пили кофе. Как убедить человека, который не пьет кофе, взрослого человека, чтобы он начал пить кофе? Непонятно. И они начали детям в школах бесплатно раздавать конфетки со вкусом кофе, кофейные конфетки. Маленькие дети привыкли к этим кофейным конфеткам, и когда они выросли, они уже пошли и заказали кофе, и Nestle начала в Японии тоже продавать кофе. Кстати, недавно узнал, что в Японии 120 миллионов населения, не 120, 111 миллионов населения, то есть, казалось бы, Япония, мне всегда казалось, малюпусенькая страна такая, а оказывается, она входит в десятку, в десятку самых больших стран мира. 110 миллионов. Хорошо. Все, мы продолжаем изучать вечную мудрость царя Соломона. Царь Соломон мудрейший из людей. Тоже недавно я узнал, такая для меня была неожиданная деталь информационная, что было в народе Израиля всего три царя, которые властвовали над всем народом. Удивительная вещь. То есть, было три царя. Шауль, это первый царь, которого пророк Шмуэль помазал. Царь Давид был второй царь, которого пророк Шмуэль помазал на царство. И третий царь, это был царь Соломон, который стал царем, его короновал царь Давид. И уже, когда у него был сын, когда царь Соломон умер, его сын Рихавам, и царство разделилось. Осталось только Иуда с Иерусалимом, осталось у Рихавама, а десять колен отделились, и над ними стал царем Еравам. То есть, получается, что всего лишь было объединенный в рействе народ, было всего лишь три царя. Представляете? Удивительно. И интересно, что когда царь Соломон построил первый храм, он не мог занести в святая святых, не мог занести ковчег, потому что ковчег был по размерам, как святая святых. И он не мог войти в двери, которые были меньше размером, чем ковчег. И царь Соломон, он молился в заслугу отца, он говорил, в заслуге царя Давида, и произошло чудо, и туда вошел, вошел туда, вошел туда ковчег. Царь, который восстановил храм, уже к тому времени, это был царь последний, Ирод его звали, царь Ирод, нет. Второй храм построил уже, второй храм построил уже, построил уже второй храм, значит, Эзра, он не был царем, тогда уже не было царя, во времена второго храма. И, значит, когда он построил второй храм, уже не было десяти колен, десять колен уже не вернулись. Уже тогда десять колен были угнаны, с Санхиривом угнаны, и они где-то пропали, исчезли, растворились, нету. То есть, именно объединенный в рейсе народ, когда было все двенадцать колен, это было последний раз, был царь Соломон, он был царем. Потом разделилось на два царства, Израиль и Иудея, а потом Израиль с десятью коленами, Санхирив был такой, ассирийский царь, он победил тогда Израиль, все захватил, и у него была политика, как у Сталина, мешать народы, перемешивать народы, то есть, он срывал народ со своего места и перебрасывал куда-то в другое место. И десять колен он переселил куда-то, а куда они ушли, никто не знает. Говорят, я тоже недавно слышал, что евреи горские, евреи грузинские, они живут уже вот там вот, Грузия, они живут еще с тех времен, уже больше двух тысяч лет, и что это потомки одного из десяти колен. Говорят еще тоже, я читал, что есть народ такой в Афганистане, называется этот народ пуштуны, их 16 миллионов сейчас этих пуштунов, и пуштуны, у них есть традиция, что они колено Минаше, которое приняло мусульманство, и у них есть прямо традиция, я когда-то читал в Википедии, там везде, что это у них прямо есть, от кого они, в каком поколении они приняли ислам, и получается вот этот народ пуштуны, которые талибы, которые такие, 16 миллионов, они живут в Афганистан, Пакистан, немного, такие воинственный народ, это одно из евреевских колен. Хорошо, по какому-то мнению. Двигаемся дальше. Значит, мы дошли до того, мы дошли, что, значит, в прошлый раз мы узнали, что лень, она человека погружает в сон, то есть чем ты больше ленишься, отдыхаешь, тем ты больше засыпаешь, а нефе-шеремия, если ты пытаешься обманом забирать у другим, терав, это ты будешь голодать, то есть тот, кто хочет выиграть за счет других, то в итоге это всегда есть отдача, и отдача она, ну то есть ты потеряешь больше, чем забрал в итоге. Теперь мы дошли до, а следующий был отрывок, что шумер-митсват, тот, кто сохраняет заповеди, он сохраняет свою душу и пренебрегает путями Бога, он умрет, умрет в физическом плане, умрет в духовном плане. Все, теперь 17-й отрывок. 17-й отрывок очень, очень такой прямо, я считаю, ну все отрывки здесь сконцентрированная мудрость, но есть отрывки, которые более актуальны, есть менее актуальны, есть которые каждый день, каждый день используются, есть которые там иногда используются. Значит, вот сегодняшний, 17-й отрывок, он используется очень часто, можно его использовать, очень часто применять. А, например, 18-й отрывок, он наоборот редко используется. Давайте разберемся. 17-й отрывок звучит так. «Малве Ашем Хонен Даля». Значит, тот, кто дает взаймы, дающий взаймы Богу, который сжаливается над, обездоленным над бедняком. Угму ло и шалем ло. И воздаяние, воздаяние будет ему уплачено. Значит, тут интересная такая вещь. Значит, что нам сообщает царь Саламон? Вот Бог дает каждому из нас деньги и пропитание. Написано, мы говорим, после Беркат Амазона, после еды такая есть молитва, там есть такие слова. Он насыщает каждому его желание. То есть, у каждого есть желание, и человек хочет что-то, и Бог в зависимости от этого желания он насыщает. Иногда полностью насыщает, иногда частично насыщает. Ну, мы видим, что мир живет, существует, там почти 8 миллиардов людей что-то все кушают, что-то все зарабатывают, как-то все живут и так далее. То есть, это продолжается уже не день, не два, а сотни тысяч лет. Теперь, значит, ну, распределение финансовых благ, финансов, да, финансы это средства обмена, которые можно обменивать на все остальное, деньги. Оно в мире идет очень неравномерно. Оказалось, что примерно плюс-минус в каждой стране и в мире в среднем 10% людей владеют 80% финансовых ресурсов, финансовых богатств в каждой стране и в мире тоже. Понятно, да? Получается, что 10% людей, они аккумулировали у себя 80% богатств, 90% людей, на них распределено 20% богатств, денег, имущества и так далее, ресурсов. Теперь вот этих вот 80% людей, 90% людей, у них большинству хватает. Большинству хватает на жизнь, там сейчас очень удобная система, что ты можешь взять на 20-30 лет кредит, и у тебя есть квартира, за которую ты выплачиваешь. Она условно есть, но она есть. Она твоя, но ты за нее должен деньги. Значит, у большинства людей есть работа, которую хватает, чтобы закончить месяц. И идет постоянное такое воспроизведение вот этих вот 90% людей, которых обучают и воспитывают одинаково, чтобы они и остались в этих 90%. Теперь вот эти вот 10%, которые владеют 80% богатств, туда, естественно, в каждом поколении перепрыгивают люди из этих 90%, то есть они становятся богатыми. То есть это у нас будет, дальше будет отрывок такой, Ашир в Ирашни в Гешу, Встретились богатые и бедные, Асеку лям Ашем, Бог делает всех. То есть это как колесо. И запрыгивают в каждом поколении в эти 10% богатых людей, запрыгивают из 90% те люди, которые, у них есть у всех одно обязательное условие. У тех, кто запрыгнули и там остались, они очень хотели. То есть у них было стремление, намерение, желание. То есть не у всех из 90% есть желание туда запрыгнуть. Большинство из них не верят, что это в принципе реально. Но вот есть такие люди, как Арнольд Шварценеддер, например. Он просто мечтал стать богатым, мечтал стать чемпионом мира, мечтал стать звездой в кино. И у него получилось. Он стал даже губернатором штата Калифорния. То есть у него его мечты реализовались. Он из бедной австрийской деревни, в которой туалет был в 250 метров от дома, он попал в самые влиятельные люди мира. Да, Арнольд? За счет своей мечты и действий. Теперь говорит нам царь Соломон. Он говорит, смотрите, те, кто попали в эти 10%, то те деньги, которые есть у вас, в них есть часть, обязательная часть, которую вы должны давать бедным. Кто такие бедные? Есть бедные, которые совсем бедные, которые вообще не могут, это называется раж, которые не могут, в принципе, они не могут, вот они уже, знаете, есть такие люди, вот все, они вообще полностью обездоленные такие. Не обездоленные, это именно бедные, вообще нищие. Есть люди, Даль, Даль это называется обездоленный, вот очень похожее слово. Обездоленный, это тот, у кого, у кого, например, раньше было, вот какая-то семья, поделили наследство, кто-то сирота, его лишили его доли, его лишили доли. То есть, он здоровый, он может зарабатывать, но его долю кто-то забрал. И он, этот человек, он тыкается, мыкается, как ему зарабатывать, да, ему тяжело. Теперь говорит, говорит нам царь Соломон, тот, кто дает, тот, кто сжаливается над этими обездоленными, и кто им помогает, кто им помогает, то он, как будто бы, дает взаймы Богу. То есть, те деньги, те 10% Маасера, например, которые ты должен выделять, 10%, та тздака, которую ты даешь, ты ее не теряешь, ты ее переводишь в другое качество, ты деньги даешь взаймы Богу. И говорит нам царь Соломон удивительную вещь, что Бог, ты ему дал взаймы, он же тебе вернет, потому что, есть мы в Пертьевод учили, тен ло мишело, дай ему из его, ше отавы шелха шело, что и ты, и все, что у тебя есть, принадлежит Богу. То есть, Бог, он всю систему, он держит, поддерживает и всем рулит. То есть, вся система работает на божественных законах. Теперь, когда ты берешь час своих денег, и ты передаешь их, вот этому обездоленному, то ты даешь взаймы Богу. Так, взаймы Богу тот, кто дает, Бог ему вернет, угмуло и шалемло, и еще ему будет воздаяние за это. Представьте, то есть, не просто ты свои деньги положил в самый надежный банк, так тебе процентами пойдет, что такое же отношение, которое ты дал к этому бедному. То есть, если ты над ним жалился, тебе его жалко, ты хочешь ему помочь, то ты можешь рассчитывать, что воздаянием тебе будет такое же отношение к тебе от Бога. И каждый из нас что-то у Бога просит, каждый. И чем больше у человека есть денег, тем больше он просит. Это удивительная вещь. Тоже царь Соломонов открыл этот секрет человеческой души, что есть, что 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 не бывает, чтобы человек умер, и когда человек умирает, половины из того, что он хотел, нет у него в руке. Есть у него 100, он хочет 200, есть 200, хочет 400. Это проверено. Все люди, которые зарабатывают, они хотят зарабатывать еще больше, и растут аппетиты. Когда он уже понимает, что поперло, он уже хочет больше. Теперь, когда, когда он дает бедному, он дает взаймы Богу, то есть эти деньги, они сохраняются, и второе, вэгмуло и шалемло, и будет ему воздаяние, за то, что ты так к нему отнешься, ты смог же не пожалеть, а мог пожалеть, так ты пожалел, Бог тебя пожалеет, когда тебе надо будет. Это очень полезный отрывок, который очень много объясняет, и который, которые, если, его можно применять постоянно. Вокруг нас очень много людей, которым нужно, и важно, вот эту вот систему, систему своего, своих взаимоотношений с миром, с деньгами и так далее, очень правильно выстроить. Кстати, у нас есть в 8 утра урок, я не знаю, что сейчас изучают, но вот Йомтов, Йомтов Шефутинский, в 8 утра они изучали книгу Любавичского Рэбы о богатстве, где он давал людям объяснения, как раз ответы на вопросы, есть такая книга на русском языке, когда к Рэбы, к Любавичскому, обращались с вопросами о том, ну, все финансовые вопросы, собрали переводы этих писем, что он отвечал, и сдали одной книжкой. И это очень хорошая сгула, сгула это как средство разобраться в вопросе и давать сдаку, и изучать эту книгу. Это лучшее, что может быть. Теперь 18 отрывок. 18 отрывок, он не часто встречается и не у всех, но мы его выучим, потому что это все великая мудрость. 18 отрывок звучит так. Ясер бинха тьештиква. Значит, наказывай сына твоего, потому что есть надежда. В эля мито, аль тисанов шехо. В эля мито, но не убивай его, то есть бей его, но не до смерти, советовал царь Соломон. Аль тисанов шеха. И не, не как, не жалей в общем его. Не жалей его. Это те, у кого есть сыновья, они сейчас должны задуматься. Значит, что нам объясняют мудрецы? Что нам отвечают мудрецы? Значит, есть очень красивое объяснение. Значит, здесь, здесь рассказывается о том, как надо относиться к сыну. Значит, есть еще раз вот очень один важнейший принцип, который отличает мудрого человека от немудрого. Мудрый человек, он видит всегда на шаг вперед. Ми ха хаам, а лумет меколь адам, а какой классный путь приблизиться к Богу, а ройет аналат, тот, кто видит то, что рождается. Вот смотрите, есть всегда первое последствие и второе последствие. Если умный человек, он видит и первое последствие, и второе. Привожу пример. Когда человек смотрит на пирожное, он видит только первое последствие, оно вкусное. Второе последствие, это лишний вес и возможность возникновения сахарного диабета. То есть, человек умный, он видит на шаг вперед. Человек обычный, он видит только пирожное, хочу съесть. Человек простой, он говорит, я тренироваться не буду, не могу, мне тяжело. Это первое последствие. Человек умный, он понимает, тяжело в учении, легко в бою. Я потренирую сейчас, зато потом буду хорошо себя чувствовать. То есть, это второе последствие. Теперь с сыном. Если человек жалеет своего сына и дает ему вести неправильно, он говорит, ну что, он еще маленький, ну украл он, ну обидел кого-то, ну обманул, с тем не бывает, с каждым бывает и так далее. И он сына своего, получается, он его провоцирует на плохие поступки. Говорят, что сын поймет, если ему объяснять. Современные психологи говорят, что он поймет. Царь Соломон был мудрейший из людей. Он говорит, что у детей, у них нет еще вот этих механизмов управления собой. Их нет. И родитель, что такое воспитание? Он ему должен дать этот механизм, которым потом сын будет сам с собой управлять. Если ему дать только механизмы самооправдания, самоожаления, потакания себе и так далее, это значит уничтожить ребенка и не дать ему возможности потом стать человеком, который может управлять собой. Арнольда били с детства вообще как сидорову козу. И он, значит, он родился таким ответственным. А брат его, родной, его не били, его не наказывали. И что получилось? Брат его в 25 лет, родной брат погиб в автомобильной аварии, пьяный ехал за рулем, стал пьяницей, таким гулякой, и в 25 лет разбился на машине. Теперь получается, его отец, который Арнольда бил и наказывал, а его не бил и не наказывал, кого он получилось спас? Он спас Арнольда, потому что Арнольд родился, стал человеком, который умел с собой дальше сам управлять. Понятно, да, идея? Теперь, ну, что такое, вот давайте сейчас мы увидим, что такое Великая Мудрость, прошитая в Мишли, в притчах царя Соломона. Смотрите, предыдущий был отрывок о ком? О бедном. Этот отрывок о ком? О отце, который наказывает своего сына и не смущается его плачем. Теперь, что делают великие мудрецы? Они говорят, вот этот отрывок ответ на предыдущий. Ведь мог бы возникнуть вопрос, а зачем Бог дал богатому деньги, чтобы спасать бедного? Пускай бедного Бог спасет. Это же все в мире принадлежит бедному. О, все в мире принадлежит Богу. Так зачем Бог сделал бедного бедным? То есть, зачем? Зачем вся эта история, если можно было бы сразу, Бог добрый? Зачем нужно было действовать через богатого, помогать бедному? Пускай он сразу поможет бедному. Говорит 18-й отрывок. Бог наказывает кого-то, сына, потому что он его любит. Он, для кого-то, бедность является единственным средством показать ему, что надо молиться, надо исправить свои пути. И они, если они не понимают, то это как сын, который не понимает даже. Кстати, что брат Шварценеггера, почему отец перестал его наказывать? Он начал убегать из дома. Он просто сказал, а я не буду жить дома тогда. Если ты меня будешь наказывать, я убегу. И отец перестал его наказывать. И получилось, что сын, вот этим своим, вместо того, чтобы понять, что отец его хочет научить только хорошему, он сказал, меня не надо наказывать, я буду жить так, как я хочу. И в 25 лет он пьяный, погиб за рулем. Вот тут то же самое. То есть, если человек, который находится в тяжелой жизненной ситуации, ему плохо, если он понимает, что надо исправить свои пути, надо измениться, надо начать жить по-другому и так далее, то и он исправляет свои пути, то именно для этого и было это наказание. То есть, вот это страдание Бог посылает, именно это, тоже мы учили в Мишле, что тот, кого Бог любит, он наказывает. Понятно, да, идея? Вот такая вот у нас сегодня получилась интересная 17-18 отрывок. Давайте сделаем выводы. Давайте сделаем выводы. Значит, себя жалеть, это себя же тоже, можно сказать, делать себе плохо. То есть, человек не должен себя жалеть, человек должен себя воспитывать, себя он должен, себя он должен ставить. Вот мы сейчас Беном и Царим, вот эти вот дни между теснин, да? Бог нас поставил между теснин, а что сказали мудрецы? Холодной водой мойся, не пользуйся горячей водой, не ешь мясо, не пей вино, не слушай музыку и так далее. Возьми на себя страдания. Когда ты берешь на себя страдания, ты снимаешь с себя внешние страдания. Это первый вывод, который я для себя делаю. И второй вывод, что надо помогать, помогая людям. То есть, мы не можем судить, почему Бог с кем-то ведет себя так, как Бог ведет. Бог знает лучше нас, Он все знает лучше нас. Он с каждым ведет себя, исходя из любви к человеку, исходя из добра. Но иногда добром является то, что кажется нам неприятностью и страданием. Поэтому мы не должны никого судить, потому что в этот момент та мера, которой человек судит других, судят его. Ни в коем случае нельзя никого судить. Но чем ты, и даже нельзя быть злодеем в своих глазах. Но нужно понимать, что мы учили, нер митсва, заповедь это свеча, ве тора, тора это свет, ве дере хаим, путь к жизни, то хохот мусар. Путь к жизни это наставление, путь к жизни это вот этот мусар, от слова лея сэр. То есть мы должны работать и день, и ночь, и день, и ночь. Все, всем прекрасного дня. Напишите свои выводы, поделитесь этим уроком, с Божьей помощью, чтобы в заслугу этого урока было и Борис Яковлевич Фельман, у которого он умер, чтобы у него душа хорошо поднялась, и всем нам, чтобы мы лучше понимали, что надо делать, чем шли через грабли. Поменьше граблей, побольше ума. Все, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok